Мои дорогие, всем здравия, души и тела, и гармония во все времена. С вами всегда рядом Полина Сухова, парапсихолог. И сегодня я хочу рассказать вам, как же выглядит ваша душа. Вернее, вы сами это увидите. Ну, а для начала мы все-таки немножко разберем, а для чего же ее смотреть? Как нам эта информация пригодится в жизни? Ну, первое, я хочу сказать, что эта информация вообще подойдет только тем людям, которые верят в реинкарнацию, верят в то, что душа вечно, то, что она из воплощения в воплощение переходит, обучается. Ну, и вообще, вот греет душу, когда ты понимаешь, что твое сознание остается навсегда. Оно просто остается, потому что многие как раз боятся перехода. Переход в иное измерение, когда закончится их и здесь путешествие в своем теле. И вот что там за этой грани, да, это достаточно интересно. И для многих можно даже так сказать, что пугает. Так душа наша напоминает о том, что вы, во-первых, вечная душа, во-вторых, конечно же, она дает вам следующее напоминание о смысле жизни души, зачем она приходит, что есть что-то глобальное, более такое значимое, значимое, чем просто жить, родить детей, хотя это тоже одно из предназначений нас, но оно более, можно сказать, такого уровня самого низкого, продолжать эволюционный путь человечества. Так вот, когда мы видим свою душу, то ты с суеты земной, акцент, когда у нас каждый день замыливается у нас понимание смысла жизни, то мы сразу вспоминаем, зачем мы сюда пришли. Слушайте, птички, да, там она прям летает, хорошо знать. Ой, какие молодцы. Зачем вы сюда пришли? Какой смысл во всем этом? И помню, когда я первый раз сделал для себя эту технику, я все техники перепроверяю через свой опыт, через своих студентов, даю им, потом даю вам на всеобщее обозрение и принятие, и прохождение этих практик. И вот когда я первый раз это сделала, я увидела свою душу, как она выглядит. Для меня это было сродни очень дорогого подарка. То есть какая есть я на самом деле как душа, а не личность этого воплощения. Потому что я не есть Полина Сухова в этом воплощении. Я есть вечная душа, которая выглядит определенным образом. У нее свои цвета, у нее свой настрой, у нее свой опыт. Это уникальное сотворение в этом мире, которого больше нет во всем космосе. Представляете, вы уникальны. И вот когда я ее увидела, я увидела в виде лотоса, очень красивого, который не просто бывает в жизни, а их рисуют очень красивыми. И главное, там на лотосе еще были маленькие лотосики. Знаете, как на кактусе еще маленькие отросточки кактуса, да? И вот так вот это символизировало мои проекты, новые идеи. Какие-то только в зачаточном состоянии, какие-то более глобальном уже, распустившемся. И так далее. Я увидела его. И буквально где-то прошло дня два, я иду в переходе метро, как сейчас помню, и я увидела вот этот символ, который я видела в своем внутреннем мире в киоске, в витрине. А-а-а! Какая я была счастливая! Как же мне? Вы знаете, я увидела, это оно, то, что я видела там. Я, конечно же, его купила, причем там было два лотоса. Один лотос большой, другой поменьше, его просто поставили друг на друга. И это как раз символизировало то, что я видела, представляете? И я говорю, дайте мне вот это, вот эту красоту. А продавщица говорит, а там два их. Я говорю, да нормально, два, два, давайте два. То есть это как раз вот было, то, что я видела. И я поставила его в шкафчик напротив своей кроватки. И когда, знаете, суета нас мыслительно захватывает, я часто переводила взгляд на, или случайно, или специально, осознанно на вот этот образ моей души. И мне тут же становилось хорошо. Я тут же вспоминала, кто я, зачем сюда пришла, какие цели, как душа я наметила. Это связь со своим домом, домом души прежде всего. Потому что тут же, откуда ты пришел, там же наша настоящая духовная семья. Именно та, которая тебя понимает, принимает, безусловно, всегда во все времена. Многие из вас, из ваших родственников, близких, как раз и есть из этих духовных групп. Это такое благостное состояние у тебя в душе сразу проистекает. Вот, вы знаете, это такой прям подъем, но очень мягкий, но очень высокий, на высокие вибрации. Я просто была впечатлена этим. И поэтому сегодня я хочу как раз вам дать эту возможность увидеть, как же выглядит ваша душа. Сейчас я просто попрошу вас закрыть глазки, и вы ее увидите. Если кто-то плохо видит, обычно пишут, я там ничего не вижу, я ничего не слышу и прочее, просто закройте глаза, то же самое, и одно только намерение будет уже работать. И если вы ничего не увидите, вообще ничего, ну бывает такое, знаете, чистота мыслей, пустота образов, знаете, такой Будда. Некоторые стремятся к этому, у многих через визуализацию уже они в этом состоянии, полное состояние нирваны. Значит, вы делаете следующее. Вы идете в интернет и просто ищите. Вам хотя бы какой-то намек придет, обычно у тех людей, которые плохо видят, у них есть назнание канала, хорошо развит. Вы просто задайте вопрос, хочу увидеть свою душу, мои духовные наставники, просто мне покажите. Прошу вас, очень, мне очень нужно. Вам придет или мысль, может быть даже образ своеобразный какой-то, может быть мысль. И таким образом вы идете, допустим, вам что-то показали лебедь, слово. Вы пошли и ищите этих лебедей. Хотя это тоже показано для тех, кто увидит образ, можно еще по интернету полазить. И вот тогда вы ищите среди лебедей, и вы его найдете, этот образ, который вам откликнется. Душа будет хлопать в ладоши. Ой, да, это оно, как мне нравится. Тогда вы можете распечатать эту картинку, повесить картину. Вы можете вышить крестиком или как-то гладью. Вы можете нарисовать сами, перерисовать своими руками, это всегда даже лучше. Знаете, какие-то просто сложные образы, как у меня, например. Я-то хрустальный купила вот этот лотос, он переливался всеми цветами радуги. То ли вы это найдете где-то в магазине в ближайшее время. То есть обязательно вам нужен этот образ увидеть черно. И через визуализацию, и через реальность. И все потом поставили на нужное местечко, и там вот он стоит. Итак, значит, о всех позаботилась, кто видит и кто мало видит. Итак, вы можете сейчас закрыть глазки. Расслабимся. Сделаем следующее. Глубокий вдох. Сжались все в кулачок. Вот все. Руки, ноги, промежности, органы, мозги сожмите. Досчитали до 7 секундочек. И потом резкое отпускание и выдох через рот. Теперь глубокий вдох носом. Задержка дыхания чуть подольше. И глубокий выдох носом. То есть ртом. И так подышите. Ну, раз 5-6-7, пока я говорю. Чем глубже вы вдыхаете, тем больше расслабление, тем больше вы уходите в альфа-состояние. Кто-то войдет даже в тета. Кто гипнобилин. Итак. Вдох. Еще раз. Задержка. Глубокий выдох. И сейчас представьте сейчас некое пространство перед вами, как некий экран. Ну, как в кинотеатре вы сидите. И попросите, чтобы сейчас ваши духовные наставники, ваш ангел-хранитель, если вам так удобнее их называть, ваши личные индивидуальные кураторы, сейчас показали вашу душу, как она выглядит. Прямо в полном объеме, так как вам на данный момент актуально. Я не знаю, как сейчас она появится, проявится. Может быть, у кого-то сразу будет проявляться образ. Может быть, у кого-то постепенно. Легенько так, легенько. Прямо так, легко, легко, легко. Очень хорошо. Замечательно. И пусть проявляется этот образ во всех красках, цветах, звуках. И, конечно же, эмоциях. И чем больше вы на него смотрите, тем больше он будет проявляться. Всеми гранями. Можно рассмотреть, какой цвет вашей ауры души. Очень хорошо. Цвет, он меняется. В зависимости от вашей личности. Но сейчас, на данный момент, который цвет, тот, который есть на данный момент. Очень хорошо. Рассмотрите все детали. Вы можете даже обойти этот образ с разных сторон. Подняться сверху, посмотреть на него сзади, сбоку. Или покрутить его перед вами. То есть, как вы хотите. И просто вот сейчас, после того, как вы его увидели, прочувствовали, ассоциируйтесь с ним. То есть, войдите в этот образ. Или этот образ пусть войдет в вас. А может быть, вы просто соединитесь. Можно даже представить, что на одной руке личность вашего воплощения, как весы руки, можно раскинуть. На другой руке ваша душа. И вот душу максимально разукрасить этот образ. Увеличьте его. Она должна быть несколько раз красивей, мощней, ярче, звучней. А личность душа, личность вашей души в этом воплощении, она тоже хороша. Она тоже уникальна. Но она всего лишь часть вот этой огромной, красивой души. И разукрасьте оба образа, так охохотите. Но душа, она мощнее. Сильней, ярче, мудрей. Открытий. Она более любящая. Очень хорошо. И после этого соедините две ручки в своем комфортном темпе. И когда вы соединили, вы прочувствуете, как сейчас эти два образа соединяются, интегрируются более, они и так всегда вместе, но это более качественное сотрудничество, единение души и тела. И личности этого воплощения. И к концу жизни обязательно каждый человек в плотном плане должен прийти к этому единению. К этому тандему, к этому прекрасному союзу и сотрудничеству. Очень хорошо. Подержите ровно столько, сколько нужно. После того, как вы почувствуете, что руки можно разжать, вы их разжимаете. Смотрите новый образ, какой уже в соединении. И потом на вдохе вкладываете в ту часть тела, куда вам хочется, где мало души, на ваш взгляд, проявляется в вашей личности. Вложите туда, куда хочется. Вдох, этот образ вошел в виде энергии. И почувствуете этот прекрасный внутренний прилив энергии, радости, знаете, такого умиротворения, легкости. И распространяется этот шар. Он начинает или пульсировать, или вращаться, или просто находиться в таком ровном состоянии. У каждого так, как должно быть, по-разному у всех. Правильно так, как у вас. Еще раз вдох. Вы почувствовали, как этот шар начинает все больше и больше укрепляться в этом месте. И на выдохе вы чувствуете, как вот эти маленькие частички импульсов, вот этого прекрасного образа, начинают распределяться по всему телу и заполнять ваши маленькие клеточки на всех уровнях. И молекулярном, и ДНК, и на физическом, и на всех тонких телах. Вы чувствуете благость, радость. И потихонечку каждый в темпе, в своем, выходит на уровень здесь и сейчас. Вы чувствуете себя легко и хорошо. Замечательно. Вы выходите. Да? Очень хорошо. И сейчас напишите обязательно в комментариях, какое у вас состояние и что вы видели. И помните, что через несколько дней вы этот образ увидите в плотном плане. Он проявится. А некоторые даже находят тут же в своей квартире или в доме, или где-то рядом. Они его просто говорят, так вот же я недавно его купил. Бывает и такое тоже. Потому что наша душа, она как бы подсознательно знает, что ей нужно. И она диктует так бы через интуицию сознанию личности этого воплощения. Вот, мои дорогие. Я вас обнимаю. Люблю. Всегда рядышком. С вами Полина Сухова. Спасибо.